Здравствуйте, уважаемые зрители! Прошу вас оказать помощь каналу и подписаться на наши истории «Это гордость» в Телеграме. Для зрителей из-за рубежа будет бонус в виде отсутствия рекламы. Также видео в Телеге могут выходить раньше из-за проблем загрузки видео в Ютубе. Ссылка в описании. 7 января 1942 года советские войска приступают к операции по окружению немцев в районе Демянска. Удар на Старую Русу успеха не имеет. И как итог, этот опорный пункт обороны врага и логистический центр он удержит, что сыграет большую роль в дальнейшем. Тем не менее, продвигаясь вперед, войска к 8 февраля 1942 года окружают 100 тысячную группировку немцев. Это было первое крупное окружение немцев в ходе Второй мировой войны. Но разгромить врага сразу не получается, так как фашисты стягивают свою транспортную авиацию и наводят воздушный мост, к чему, кстати, наше командование оказалось не готово. В среднем в сутки фашисты доставляют 273 тонны грузов. К примеру, в Сталинград доставляли в среднем менее 100, при том, что группировка на Волге была в три раза больше. При этом самолеты в Демянск летали и после деблокирования котла, вплоть до февраля 1943 года. Но давайте вернемся в февраль 1942. Итак, котел держится, и командование фронта в лице командующего Курочкина Павла Алексеевича и начальника штаба Николая Федоровича Ватутина решается на дерзкую операцию. Так, 10 тысяч десантников должны были просочиться в окружение и захватить важные объекты врага. Также атаковать должны были войска и извне. Идея здравая, правда передвигались части маневренных воздушно-десантных бригад на лыжах, и враг вскрыл их передвижение сразу, усилив контроль над дорогами и аэродромами. Как итог, успеха эта операция не имела. Хотя, если бы десантировали с воздуха, да еще и в районе аэродромов, возможно, все сыграло бы совсем по-другому. Далее противник, имея под рукой старую русу, которую я упомянул в самом начале, собирает ударную группировку, и 21 марта 1942 года начинает операцию наведения мостов в ходе блокирования Демянска. Как итог, станция Любница, через которую шло снабжение первой ударной армии, находившейся в перемычке, оказывается отрезанной, и положение войск ухудшается. Теперь все везут с удаленной станции Осташков по раскисшим проселочным дорогам. Как итог, возникают большие проблемы в снабжении. Например, на 18 апреля 1942 года первая ударная армия имела снарядов к орудиям 76 мм 0,3 боекомплекта, мин 82 мм 0,23, винтовочных патронов 0,5 боекомплекта. Не всегда, согласно документам, были и запасы продовольствия. У немцев же снабжение шло через старую русу. Возьми ее в январе, и, возможно, дела у врага были бы куда хуже. Но легко сказать, а история сослагательного наклонения не знает. И теперь главное, оказавшись в тяжелых условиях, войска первой ударной армии Кузнецова Василия Ивановича ведут упорные бои, и противник, несмотря на все трудности с нашей стороны, пробивает коридор только спустя месяц, к 21 апреля 1942 года. Но успех был ограничен, так как ширина коридора достигала всего 8 км, и не позволяла полностью снабжать группировку, находившуюся в мешке. И, как я упомянул выше, в мешок продолжала летать транспортная авиация. И в случае наступления с выступа, а немцы его держали для этого, у врага могли возникнуть огромные трудности. Поэтому давайте отдадим должное частям Красной Армии, сражавшимся в перемычке, несмотря ни на что. Да, коридор противник пробил, но его размеры были ограниченными и некомфортными для него. И это важно помнить. А в такой ситуации на другой исход рассчитывать было нельзя, это уже был успех. Ну и в завершение отмечу, Демьянск был освобожден 23 февраля 1943 года. Потерпев поражение на юге и латая фронт заново, немцы были вынуждены вывести войска из Демьянского выступа, как, собственно говоря, и из Ржевского. А у меня на этом все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok